Россия – одна из немногих стран, имеющая вековые традиции фундаментальной науки. Вспомним хотя бы одну фамилию – Менделеев, на котором построена вся современная цивилизация. В более поздние времена, в области которой, скажем, относятся ко мне, я могу привести пример. Например, первый аппарат искусственного кровообращения, то есть система, которая заменяет систему кровообращения у человека Сергея Сергеевича Брюхоненко. Мы имеем абсолютно превосходящие все остальные страны исторический научный потенциал в подавляющем большинстве специальностей. Мы должны ценить то, что накопили предыдущие поколения от разночинцев и до сегодняшних дней. И мы должны твердо сказать, что это наше национальное достояние, и мы не позволим его разбазаривать. Мы будем собирать всех вместе снова и создавать новые школы, укреплять существующие школы и все это превращать в такой плацдарм, который позволит будущим поколениям иметь все те ценности у нас здесь в стране, которым они сегодня стремятся за рубеж. Именно неустойчивость вот этого величайшего потенциала, часто создаваемого искусственно, является причиной колебаний для молодых и для зрелых ученых, которые пытаются найти свое место в другом мире. Я, человек, который родился в этой стране, в Советском Союзе, я считаю, что мы, наша партия, мы все люди, живущие в этой стране, должны прежде всего думать о том, как мы выглядим сегодня и как мы могли бы выглядеть сегодня, если бы мы следовали заветам наших предшественников.